Сейчас мы с вами поговорим о вере, потому что вера, это, наверное, нам так необходимо, это то, что нас приводит вообще в вечную жизнь. Вот к римлянам 10.17 говорится, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я хочу, чтобы мы с вами порассуждали, что же такое вера, как понять, что такое вера, откуда она вообще берется, когда мы, например, не видим, не слышим, не можем пощупать, не можем осязать, обонять. И умом вроде никак не можем логикой понять. А вот веруем, и все. Верим. То есть это не чудо. Я думаю, что это великое чудо. И действительно, как Галочка говорит, оттуда. Да, это оттуда. Павел объясняет, что верить можно сердцем. Умом верить невозможно. Ум, он вообще-то не верит, он основывается на факты. Он расчетливый. Он определяет по опыту, по фактам. Что правда, что ложь. Но сердце, оно внутри чувствует. Сердце человека может слушать одно, а вот здесь слышать другое. Правда? Сердце точнее определяет, что правда, что ложь. Иногда мы называем это интуицией. Итак, верим мы не умом. Верим мы сердцем, вот этими чувствами сердечными. И как часто я говорю из собственного опыта, ум противится. Ум не соглашается. Говорит мне тысячу доводов, что это не должно быть так. Но вот переубедить меня не может. Мой же собственный ум не может. А почему? Сердце верит. Вот сердце принимает, и все. Сердцем знаешь, что это должно быть так. Вот я вам скажу, что очень многое зависит от человека, что он выберет. Будет верой принимать или умом. От этого и зависит вся его духовная жизнь или плотская. Вот Павел говорит такие интересные слова Римлянам 10, 9, 10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ну так, если разобраться, мыслящий человек по своей сути, он реалист. Потому что мы живем в реальном физическом мире, правда? В материальном мире. И вдруг начинаем верить в такие вещи, которые невидимы. Верить в то, что невозможно осязать. Что не является в физическом мире. Вот как это происходит? Как мы верим сердцу? Мне это очень интересно. Я знаю, что когда задашь этот вопрос человеку, любому верующему, он ответит цитатой. Я думаю, вы тоже ее хорошо знаете. К Римлянам 10, 17. Вера от слышания, слышание от слова Божьего, правильно? Не могу не согласиться. Так это правда. Но как понимаем мы эту цитату? Вот в чем дело? Как это слово нами понято? Как его объяснить? Только лишь то, что записано в Слове Божьем, мы называем Словом Бога? Многие только так. То, что прочитали, вот вера от слышания, и то, что написано в Библии. Конечно, мы верим в Библии, что написано. Конечно, это Слово Бога. И основываем веру на этом Слове. Но я думаю, не только. Мы верим в живого Бога. А если Бог живой, то Он говорящий. Может, для кого-то Он молчит, не знаю. Но если мы считаем, что Он говорящий Бог, значит, Он разговаривает с нами. И мы не только слышим то, что написано в Библии, Духом Святым. Мы слышим Его голос, который нас ведет. И если не так, если только по Слову Божьему вера, которую описывает Павел. Что мы будем делать с Авраамом? Библии-то еще не было. Кому Авраам поверил? А ведь Он является отцом верующих. Разве Он читал Библию, которой еще не было? Разве Он поверил Слову, которое написано? Авраам написано, повиновался Слову Божьему. Какому? It says, Abraham obeyed the word of God. Which one? Не написанному. Но он повиновался Слову Бога, которого слышал. He obeyed the word of God, which he has heard. Вы знаете, что Авраам жил в языческом мире. Там, где оккультизм был очень сильно развит. The occult practices were very developed. Это был духовный, сильный демонический мир. It was a very powerful demonic world. И настолько реальный был демонический мир в том, где жил Авраам. And the place where he lived, the demonic world was so obvious and powerful. Что, как в нашей русской Библии написано, ур-халдейский, где жил Авраам, we read it, it's called ul-chaldees, as where Abraham lived. Тут только на иврите написано не так. In Hebrew, it's slightly different. Ur-ki-shedim. Ur-ki-shedim. А что переводится ur-ki-shedim? Это ur-bisovsky. It translates as ur of demons. Или же демонический. Demonic. Это так называлась та местность. Вы можете себе представить, где жил Авраам. And in other places where it's called or a-chaldees, it's called shedim. And the other place where ur is described, it's described, it talks about a shedim. То есть, эта местность так и называлась демоническая. It was called a demonic place. Или же бесовская. Demonic. Настолько там было вот это развито. That's how this demonic world was developed there. And truly, демоны там просто общались с народом. And truly, demons were fellowshipping with people. These were the sumer. Тогда они считались, вы знаете, очень цивилизованной нацией. This was a high-end civilization back then. Очень развитой. Very developed one. Но развитой, цивилизованной, все это они получали через демонические силы. And this developed civilization received information from demonic powers. Через потусторонний мир. Through the other side of the world. Вот где родился Авраам. That's where Abraham was born. Can you imagine? Ну, что интересно, живя в этом мире, в демоническом. But an interesting fact that while he lived in his demonic world, он оставался чист от этого. He remained pure. Авраам слышал голос Бога. Авраам could hear the voice of God. Just hear me. Там говорили многие голоса демонические. There are many demonic voices there. Ну, почему-то Авраам отличил. But Abraham separated. Он узнал, что голос Бога не демонический. Это вас не поражает? It does not surprise you. Он сумел отличить голос Бога от голосов иных. You could distinguish God's voice from other voices. Многие верующие сегодня в церквях тысячу раз перепроверяют, сотни раз перечитывают, боятся, что не дай Бог не тот голос услышали. Почему? Все ставят под сомнение, все пророчества у них под сомнением. Почему? Знаете ли вы в таком случае голос Божий вообще-то? Если в каждом голосе слышите только одних демонов. Авраам знал, узнал и пошел верой. Пошел верой, услышал голос Бога, который его призывает и пошел. На чем основывалась его вера? На слышание на слышание чего? Слово Божьего. Да, на слышание Слова Божьего. Based on hearing of the Word of God. Как интересно. Он не был задет вот этим развращенным миром. Но он тоже жил в интересное время, когда человечество было сильно развращено. Но почему-то Ной слышал голос Бога. Но кому поверил Ной? Библия! На чем основывалась его вера? Что он сто лет строил ковчег? И выглядел безумно во всех глазах. От слышания от слова Бога? Он не прочитал, он слышал. И сердце его знало, это говорит с ним Бог. Вы представляете, не 10 лет, не 20 лет он ждал потопа. Он сто лет строил верой. А Лот в Содоме он тоже жил в очень интересном месте. Но он тоже не был задет вот этой грязью. Сердце оставалось с Богом. И тоже слышал голос Бога. Посмотрите, как сказано об Авраме. Мне очень хочется прочитать Евреям 11, 8, 10. Верою Аврам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. И пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. By faith he dwelt in a land of promise as in a foreign country. И жил в шатрах с Исааком и Яковом. Дуэлл in tents with Isaac and Jacob. Сонаследниками того же обетования. The heirs with him of the same promise. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Верою повиновался. He obeyed with faith to whom? To voice of God. Который он признался в голос Бога. Which he recognizes the voice of God in his heart. And he went. Вы представляете, какая должна была быть у него уверенность, что он оставил все, все, что имел. Он не был бедным. И он пошел. Мало того, он еще убедил отца, жену, племянника. Это какая была у него вера? Он верил с уверенностью. Во что? В невидимое. И пошел. И поверили ему тоже. Настолько, что все с ним пошли. Как написано, и пошел, не зная, куда идет. Кто из вас сегодня готов так? Пойти, не зная куда. Просто повиноваться. Потому что вы услышали, это вера. Потому что вы услышали, это вера. Внутри, в сердце, вера. Она ведет. Она ведет. И если человек повинуется, то он повинуется голосу Бога. Но все-таки хочется узнать, откуда же все-таки в человеке это вера? На что вера влияет? Вера, она не рождается от логического вывода. В основном, она в человеке действует внутри сердца вопреки всякой логике. Она не рождается в разуме. Я хочу, чтобы мы хорошо это поняли. Потому что я знаю, что люди иногда ищут веру логикой. Это грубая ошибка. Имеет ли вера чувство? Имеет. Имеет. Духовные чувства внутри, ты просто чувствуешь. И если вы поминуете сердцу и этим чувствам сердца, то вы на правильном пути. очень часто даже неверующие люди говорят, слушай свое сердце. Потому что они понимают, что в сердце правее, чем разум. Сколько раз, вы знаете, я принимала решение сердцем и просто бросалась как в океан. Потому что если у меня требовали ответа, я его не находила. Я не знала, как это будет и что. Я просто шла верой. Я просто шла верой. Понимаете? Это и есть вера. Это полное доверие Ему. Вера к Богу это полное доверие Ему. Вера рождается в сердце. Во внутреннем человеке. И человек действительно ее ощущает сердцем. Могу сказать даже душой, потому что сердце, душа это внутренний мир человека. И если ваш ум противится, не обращайте внимания на ум, слушайте сердце. И если ваш ум is going against it, don't pay attention to your mind, just listen to your heart. Поэтому иногда в уме происходит битва, у человека целая битва, борьба. That's why there is a battle in the mind of the person because it's a struggle. Ум человека ему говорит, это неправильно, это не может быть, такое невероятно. The mind says, not possible, it cannot happen, not really. Но сердце просто доверься. But heart just trusted. Just close your eyes and trust and walk. И тогда ты действительно выйдешь. And then you'll come through. Often we do what? Мы пленяем всякое помышление. Вы знаете, когда Павел сказал это, я стала иначе понимать. что мы верой пленяем всякое помышление в послушании Христу. Римляне 2, Римляне 10, 5. Услышьте это. Это очень хорошие слова. Это очень хорошие слова. Что мы верой пленяем всякое помышление в послушании Христу. Если мы этого не сделаем, мы не будем двигаться верой. Потому что ум привык полагаться на логические выводы. Потому что ум основывается на том, что человек уже имеет как опыт. Ум человека реалист по природе. А вот сердце человека это духовная область. Можно назвать фантазерами. Как хочешь, и фантазерами и фанатиками могут называть. КГБ меня однажды назвала мистическая женщина. КГБ called me a mystical person. Окей. Я верующая. Понимаете? I'm a believer. Our faith is inside our flesh, but it's not carnal. It is inside the physical flesh, but it's not physical. его нельзя веру нашу и наш дух невозможно обонять. We cannot sense or feel or smell our faith or see it. but it's inside. And it is the person. Именно вот это внутреннее и является образом и подобием Бога. And that very inner person is the image and likeness of God. Мне смешно когда некоторые говорят ну вот видите у Бога тоже такие уши такой нос. And people say oh God also has ears and nose. Oh my dear это язычество. Как можно так видеть Бога? Написано, что у него нет оболочки. Он дух. А то, что внутри нас это образ и подобие его. Плоть не наследует вечности. Вот как Иисус сказал Никонору, да? And as Jesus said очень интересную вещь это Иоанна 3 5 8 Истинно, истинно говорю тебе если кто не родится от воды и духа не может войти в Царство Божье. Рожденный от плоти есть плоть А рожденный от духа есть дух Не удивляйтесь тому что я сказал тебе Должно вам родиться свыше Дух дышит где хочет И голос его слышишь А не знаешь откуда приходит и куда уходит Так будет со всяким рожденным от духа Итак что такое вера? Это не из области реалии Не из физической области Нематериально Она скорее всего сильная и убедительная чувство обитающее внутри сердца То есть внутри духа человеческого внутри нас Потому что мы же понимаем что сердце это не вот этот механизм Это сердцевина человека Это мы и есть Это не физическое происхождение И наша вера проникает в небеса Наша вера умеет видеть и у нее есть глаза Она умеет видеть то что не видят физические глаза Она видит не физический мир Когда вера развивается в человеке Сколько чего она видит и слышит и знает и обоняет И чувствует и осязает и ощущает Имеющие вот такую веру Там могут проникать в небеса Верой мы способны проникать в небеса Туда где обитает наш Господь Туда как сказано Вы приступили Краму К ангелам К святым Чем мы приступили Плоти мы не приступили Духом Вот этой верой Мы можем с ними общаться Верой Это человеку дал Бог такую способность Вы знаете Тот кто не имеет этой веры Слушает и говорит Что это фантазия Кто может это слушать Как однажды Иисусу сказали Парисея Кто может это слушать Фарисе said Кто может это слушать Какую глупость говорит Правда Почему Павел и сказал Что для плотского Для душевного человека То что духовно Это глупость Это безумие Да потому что он не знает То что человек не знает Он может называть Безумием Глупостью Многие называют это Несуществующим Бога нет Я же его не вижу Ты воздух не видишь Однако дышишь Да вера многое может Это дарованная нам Способность Проникать в небеса И познавать Не просто проникать Познавать Проникать за пределы Человеческого разума Ефесянам 3 16-19 Говорится Да даст вам По богатству Славы своей Крепко утвердиться Духом его Во внутреннем человеке Как верою Вселиться Христу В сердца ваши Не умом Не плотью Верой Позволить Христу Вселиться Где В сердце Для чего? Чтобы вы Укорененные Утвержденные В любви В Божьей Конечно Могли постигнуть Со всеми святыми Что широта И долгота И глубина И высота И уразуметь Превосходящую Разумение Любовь Христова Дабы вам Исполнится Всей полнотой Божьей Уразуметь Превосходящую Разумение Плоское Чем уразуметь? Вот тем Духом Дух может Обогащаться Познавать Вместе С Иисусом Внутри Себя Что широта Долгота Глубина Почему? Потому что Он проникает Вот как Павел Охарактеризовал Веру Она действующая Она не Бездействующая И человек Который Имеет Веру Она будет Действовать Вера Бездействующая Не бывает Если она Правда Вера Ее можно Показать И сдел Вот как Аврам Поверил и пошел Но и поверил И построил Но Поверил и вышел Кто поверил Тот сделал что-то А тот говорит Кто верит и сидит Ничего не делает Какая тут вера Евреям 11.1.3 Говорится Вера же Есть осуществление Ожидаемого И уверенность В невидимом Вот это и вера У кого есть вера Того не собьешь Почему? Уверенность В невидимом Уверенность И что? Ожидание А ожидание Какое? Осуществляющее Не просто ожидание Осуществляющее Вера начинает Осуществлять То что ожидает Это и есть движение В вере В ней Свидетельствованы Древние Верою познаем Что веки Устроены Словом Божьим Разве вы умом Это можете познать Нет Верой И притом Так уверены Правда Так что Из невидимого Произошло Видимое Это мы верой видим Блажен тот Кто это правда Видит Это вера Все видит Познает Есть вера Божья Есть вера бесовская Есть вера человеческая Душевная И в зависимости Какой верой Ты движим Задействован человек Есть вера живая И есть вера мертвая Мертвая это демоническая вера Она не ведет человека В вечную жизнь Но вера живая Божья вера Отслышание Бога Она совершает Дела Божьи Есть вера Которая душевная Она тоже Осуществляет То что человек Ожидает Чтобы с ним Получилось Правда Душа в человек Тоже Верой двигается И устраиваться На работу И в институт В университет И так далее Это человеческая вера Но душевной верой Не проникнешь В небеса Есть предел Душевной верой Можно прийти сюда В церковь Можно поверить Что Бог есть Но познавать Бога Не сможешь Предел Это только Духовная вера Проникает Поэтому душой Человек Многого достигает Тоже По собственной вере Но не более того Только на этой земле Итак Для веры Что интересно Невидимый мир Реальный Как для человеческого ума Реален Вот этот физический мир Который может Пощупать и объяснить Так для веры Реальный Мир Духовный И что интересно Вот эта самая вера Она Связывает Духовный мир С физическим Она открывает В духовный мир Двери человеку И человек Этой верой Может Брать Из духовного мира Физический мир Это и говорит Дела веры Очень многое Человек может Именно верой Переносить Из духовного мира Физический мир Духовный человек Верой Живет сразу В двух мирах В мире Духа И физическом Я не знаю Понимаете ли вы меня Буду надеяться Потому что для него Реально и тот и тот мир Это сказал Павел Когда описывал свою жизнь Галатам 2 19.20 Он говорит Я сраспялся Христу И уже не живу Но живет во мне Христос Помните Верой вселиться Помоги Чтобы уже не ты жил В тебе жил Христос А что ныне живу Во плоти То живу верой В Сына Божьего Возлюбившего меня И предавшего себя За меня То есть он показал Что он живет В двух мирах Верой Он живет во Христе И Христос в нем Это духовная сфера Но плоть живет В физическом мире Мы от нее не избавимся Ефесян 2.5.6 Говорится И нас мертвых По преступлениям Оживотворил Со Христом Благодатью Вы спасены И воскресил с ним И посадил на небесах Во Христе Иисусе И это все сделано верой Мы все это должны верой Осязать, видеть Где вы сейчас верой Вы знаете От того Насколько человеку это открыто Обогащается его духовная жизнь Насколько ты видишь себя Посаженным в небесах Настолько ты можешь Восхищать его силу Его власть Настолько ты его знаешь От этого Насколько человек верит Возрастает верить Зависит его духовная зрелость Духовный рост И реальный Бог Становится для него Кто-то и молится так В общем где-то есть Бог И молится И молитва Какому-то Богу Которого вот Вроде знаем А кто-то разговаривает с ним Просто потому что Видит его Он там Глазами вер видит Говорит с ним И получает ответ Потому что говорит С живым Богом И вот Павел И вот Павел И сказал Что духом Он живет С Богом И в нем И на небесах Уже посажен А плоти Он еще здесь Это и есть Жизнь по духу А не по плоти Он никогда не сможет там находиться Вот потому Павел писал Что он живет надеждой Во Христе И служит Христу Духом А плоти Закону греха То есть Плоть хочет То одного То другого То другого Так как я плоти Я это все делаю Для себя А дух при этом Далеко Не здесь Дух не должен быть здесь Он должен быть посажен На небесах Какие же вы Духовные личности Если вы не посажены На небесах Оживете Ваш дух опущен И здесь В плоти гуляет Какие же духовные личности Дух посажен на небеса Как Павел и объяснял Он так и говорил об этом Что духом Он исполняет заповеди Божьи Он живет там А плоти у закона греха То есть Все что желает плоть Как ее потребности Они отвлекают От жизни в духе Пока мы живем в плоти Но приходится Приходится служить Иногда плоти А дух желает Угождать Господа Дух тянется туда Он оттуда Он тянется туда Но даже Попечение плоти Можно превратить Во что? В похоти Надо быть осторожным Попечение плоти Чтобы было бы Непохотливым И так Дух человека Желает угождать Богу Какому Богу? Которого познаем Кто насколько Познал верой Бога Настолько к Нему Приблизился Это наши отношения С Ним Это с кем ты общаешься Именно духом Верой Мы можем Входить в эту сферу Где Бог обитает Возвращусь к Авраму Откуда в нем Зародилась вера Что с ним Что с ним Говорит Бог Откуда Откуда он узнал Что с ним Говорит Бог И пошел Повиноваться Это очень удивительно Аврам услышал Голос Бога Как? Как он узнал? Как? Скажите мне Пожалуйста Как он мог узнать Что это голос Бога? А я вам скажу Есть ответ И ответ у Иова В 38 главе 21 стих Аврам знал Голос Бога Не в урихом Хардейском Демоническом А там Где сказал Иов Бог Иову Ты знаешь это Потому что Ты был уже Тогда рожден И число дней Твоих очень велико Откуда В нас вера Откуда Вы узнали И услышали Голос Бога Как вы Отличили его От голосов Иных Потому что Вы его знали Вы были уже Тогда И вы знали Голос Бога Когда вы услышали Его на земле Ваш дух Узнал Голос моего Пастора Сказал мне Вот так Вера наша Узнает Голосок Который Когда-то Слышал Как написано Кого Бог Предузнал Предугадал Предопределил Бред 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 Ты еще не родился Того Когда родился И пришел В материальный мир Бог призвал А кого призвал Того и оправдал А кого оправдал Того и прослав А как призвал Голосом Каждый из вас Однажды Услышал Его голос И ваша вера Откликнулась Почему Потому что Вы узнали Голос Своего пастора Понимаете Вы знаете Голос Своего пастора Но вы должны Больше и больше Общаться Для того Чтобы быть уверенным Чтобы ваш ум Ваш дух Был приучен Слышать Голос Божий Даже если Внешний ум Размышляет Может не так А может не то Но именно вера Которая является Духовным органом Узнает Нет Это голос Моего пастора Она утверждает Услышанное Мне иногда говорят А как вы знаете Что это вам Бог сказал Знаете Мне трудно даже ответить Я просто знаю А вы не перепроверяете Да нет А я знаю Голос Моего пастора Думаете Другие голоса Не пытаются сказать Пытаются И вставить свои Пять копеек Пытаются Но я же слышу Что это не голос Моего пастора Который я знаю Мне не надо доказывать Вы знаете Что интересно Что вера Человека Это дар Божий Мы с ней Рождаемся Приходим в этот мир Она как пуповина Которая соединяет Нас с Богом Как у детеныша С матерью Соединение Такое питается Дитё И даже когда Пуповина Отрезается Она остается Духовной Мать где бы ни была Дочь или сын Где бы ни был А родительское сердце Чувствует Чем Да Есть невидимая Пуповина Вот такая у нас есть Нашим отцом Невидимая связь Через которую Мы соединены С Богом Это наша вера Хоть мы вроде Отрезались Оторвались Мы в этом мире Но мы соединены Мы оттуда питаемся Он оттуда нас Укрепляет Подкрепляет Ведет Наставляет Как нам нужна вера Без веры Мы даже Богу угодить Не можем Почему? А потому что Вы веры не знаете Без веры не знаете Что хочет Господь От вас Вера Она отслышанья Не от того Что я решил Я сделаю Это не вера Это упрямство А вера Отслышание И покорился Слышанному Как говорит Иисус Интересно о себе Посмотрите И вам 5.19.20 Истинно истинно Говорю вам Сын ничего Не может творить Сам от себя Если не увидит Отца Творящего Он не сказал Если не видел Когда-то Что Отец Делал Отца Творящего Надо видеть сейчас А как его можно Видеть Верой Вера видит Что Отец Сейчас хочет Сделать Вера Если не видишь Отца Творящего Не можешь Сделать Ибо что Он Творит Он То и Сын Творит Так же Ибо Отец Любит Сына И показывает Ему Все что Творит Сам И покажет Ему Дела Больше Сих Так что Вы удивитесь Иисус Сказал Верующему Все возможно Это не потому Что я что хочу То и творю И называю Это верой Не путайте Иисус Очень хорошо Сказал Вера Она видит Что Отец Творит Еще более Дела Сотворите Если Ваша Вера Будет Больше Видеть Вера Она Берет И воплощает Верой Мы Видим И творим Что Отец Хочет Сделать Я сделаю Потому что Он движется В этом направлении Он делает И я делаю Как сказал Иисус Я творю Что вижу Что Отец Делает Вот что такое Вера Верой получали Откровения Верой получали Пророчества Видения Это все вера Вера Это открытый канал Между двумя Мирами Мир Духовный Физический Мир Человека И мир Бога Вот это Пуповина Это наша вера Если Бог Закрывает Этот канал Человек не может верить Не может верить Вы представляете Какой дар Мы имеем От Бога Какую благодать Мы имеем От Бога Никто не сможет Ничего творить Если Бог Закрыл канал Да Есть и демонический мир Вы знаете Есть демонический мир И через демонический мир Очень многое Совершает Непослушанием Человек И своим непокорством Вы знаете Вы знаете Что дьяволу Была нужна Человеческая вера Почему Девол Нужил Human Faith Почему А потому Что он знал Что это тоже Открытый канал Что через веру Ему Человек Может проникать В его Духовный мир И он имеет Проход к человеку Через Свои каналы Поэтому Он украл Человеческую веру То есть Повернул ее В заблуждение Таким образом Появился Дух заблуждения И человек Верит заблуждению Лжесвидетельству Лжепророчеству С тех пор Человек Повержен этому Все зависит от того Какому голосу Ты покоряешься Какой голос Ты хочешь Принять за Господина Кто твой Господь Вера слышит Голоса И избирает Те которые знают Господина своего Голос Бога своего Они отличат Они изгонят Как Иисус сказал Овцы Двора Моего Знают Голос Пастора Своего Запомните Только Непокорство Упрямство Они закрывают Ушки И тогда Слышат Другой голос И тогда Верой Своей Уже Другому Ведомый В другое место Но Авраам Повиновался Голосу Бога Призыву И мне так хочется Чтоб мы с вами Повиновались Голосу Божьего Чтоб мы с вами Отличали Голос Бога Голос нашего Пастора От голосов других И повиновались Голосу Потому что Неповиновение Приводит В другую сторону Но Бояться Слышать Голос Бога Это глупо Именно Слышать Голос Божий Верой Сердцем Мы можем Двигаться Верой Если мы Не будем Слышать Голос Бога Как мы Будем Двигаться Верой Мы будем Стоять На месте Понимаете Поэтому мы Все призываемся Быть верующими Верующими Голосу Бога